Приветствую вас, Алексей, и я бы сказал, что работать вам нужно со своей ревностью, с неверенностью в себе, с самооценкой, с восприятием девушки как некого принадлежности вам, ну как некого примера, который вам принадлежит, и с безусловным принятием партнера, в частности, вот, своего партнера, потому что этого всего не происходит, и вы не принимаете интерес своей девочке, вы ее ревнуете, вот, вы бейстесь, и вы считаете, что это нормально. Вот, да, ситуация не однозначная, в том смысле, что девушка не хочет проводить с вами много времени, она более, скажем так, самостоятельная, и не нуждающаяся в вас, чем вы. Но это вопрос именно к вам, почему вы нуждаетесь в ней больше, чем она вас, почему вы хотите, чтобы она, почему вы заставляли ее уйти в танцы, то есть, по сути, вы запрещаете человеку заниматься тем, что ей нравится. Вы говорите, что очень мерзко, что там откровенные танцы и прочее, чем это мерзко, то есть, у вас есть некое такое акцент, акцентированное отношение к сексу, к сексу как к чему-то грязному, как к скровенному, как к чему-то грязному, понимаете, ведь вы встречаете, и вообще не только вы, люди встречаются, начинают отношения именно на безусловном принятии друг к другу, и получается, что вы свою девочку, с такой, какая она есть, не принимаете, и это очень вредно. для ваших отношений, очень вредно для отношений между вами, очень вредно, повторюсь, и вот, вот как бы основное, основное то, что можно вам посоветовать, то есть, работать с вашим восприятием себя, с ревностью, которая имеет причины, и с тем, что вам не хватает девочки, вот, с тем, как вы ее воспринимаете, и все вам повыше повышает вашу самооценку, вот, потому что тот факт, что вы, получается, выступаете просящим по отношению к своей девочке, не добавляет вам интереса в ее глазах, не повышает уровень ее интереса к вам, к сожалению. Поэтому, тут такой момент, и смотреть вам нужно именно в этом направлении, Алексей, то есть, расстаться, или находиться в отношениях дальше, вы решите сами. Сперва необходимо раскрыть причину вашей ревности, повысить самооценку, вот, определить, в чем проявляется вам нехватка девушки, и что вы вкладываете в в понятии любви, в котором говорите, потому что пока что ваша любовь связана с обидами, с попыткой контроля, с ревностью, а это уже не совсем любовь, понимаете? И вот только после этого вы уже сможете здраво оценить. Вполне вероятно, что, став более уверенным, и продемонстрировав девочке свою независимость, вы станете для нее более привлекательным. Но делать это нужно не в публику, не играя, а естественно. А чтобы это стало естественно, необходимо, чтобы у вас появилась цель, необходимо, чтобы у вас появилась своя собственная цель, которую вы бы хотели реализовать. Но, естественно, поработать самооценкой и всем таким. Потому что, совершенно очевидно, что вы воспринимаете на свой счет то, что она делает. Такой у человека образ жизни. Такой у человека образ жизни сейчас она любит танцы, гулять и прочее. Такой человек. И вы либо принимаете ее, либо нет. Если вы не готовы принять, если вы знаете, что вы не готовы, то вы не принимаете, то это не любовь. Вот. Потому что, если вы не направлены, девочку-девочку делаете несчастной. Лещая, например, ее танцы, все проще. И это не любовь. По крайней мере, и в этом проявления любви нет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.